привет привет с вами алена и сегодня разберем очень необычный нестандартный случай у нас тут и грызунчик и остатки предыдущего наращивания и серьезные травмы ногти кстати говоря которые я тоже уже показывала на своем канале в instagram кому нужно ссылочку оставлю ну так вот что мы имеем несколько ногтей остались на рощинами все остальные в общем-то она смогла доесть но первое с чего мы начинаем работу это мы уберем старое покрытие тут достаточно внушительный слой геля видео я специально не ускоряла только лишь вырезала пустые моменты бездействия для того чтобы вы смогли оценить объем работы что ли ну вот короче первое с чего мы начинаем это фрезой твердосплавной фрезой синей насечкой мы избавляемся от старого материала здесь кстати очень хорошо видно перепиленные точки в рост и то есть видно что параллели у нас вообще никак не параллельные спиливать будем долго потому что гель никак не поддавался либо я допустил уж и верность того что фреза могла под затупиться поэтому проверяйте свои фрезы вы кстати знаю что срок эксплуатации твердосплавной фрезы приблизительно но в среднем 2-3 месяца но учитывая нагрузку в моем салоне инструменты у нас на всех мастеров общее то кто его знает сколько этой фрезе времени то есть я после этого просто на всякий случай и выкинула то что поняла что пилит она не очень поэтому когда у вас снятие материала начинает занимать слишком длительное время и вы чувствуете что материал больше греется чем снимается это значит что нужно призадуматься а как даже вы покупали фрезу но теперь возвращаемся к тому что я здесь собственно говоря показывают мы сняли уже один безымянный пальчик сейчас я показываю толщину в торце большого пальца то есть он достаточно объемный наращивание кстати не старая то есть там где-то ему наверное недели полторы я так понимаю по судя по отросшей части работа не наша это вроде бы какой-то другой мастер дел ладно мы сейчас не будем никого закидывать тухлыми яйцами да как это либо делать но не хватило квалификации человеку может научиться правда у каждого есть такая возможность мы все когда-то делали не очень вот потом я считаю что особого криминала на самом деле тут нет тут есть такой момент что клиентка ну подгрызывает и подковыривает немножечко любит она это дело на нервной почве с ней такое происходит я думаю что и вы тоже встречались с тем что человек говорит ну вот я что-то я стрессанула так раз и все не успела опомниться и все ногти съела на самом деле меня часто спрашивают так как же как же с этим бороться как же как же это лечить я как мастер могу всего лишь решить эстетическую проблему то есть все обработать снова нарастить либо укрепить натуральные ногти отращивать их естественным путем но это будет борьба всего лишь со следствием а нужно искать причину и причина здесь как ни странно находится не в зубах и не в ногтях а в голове естественно человек это делает на стрессе он занимается самогрызением до самопоеданием то есть себя разрушает деструктивно ведет ведет и тут прямая дорога к психологу не к психиатру а к психологу да то есть я никого в сумасшедшие не записываю вопрос нас многие на психологов так реагируют эти плохие не пойду ну не знаю я вот нормально к этому отношусь я очень много знаю людей которые ходят к психологу и прекрасно себе живут и это им помогает во многом поэтому если вы сталкиваетесь с такой проблемой то все-таки лучше обратиться к специалисту и просто разобраться тогда не будет потребности себе вредить тем временем мы уже сняли основную часть материала и так как мы собираемся наращивать а наращивать мы будем внимание на нити это называется мультиформа очень интересная техника нам не нужен совершенно свободный край поэтому его я убрала кусачками педикюр нами также вот silver star которые обычно я использую это прямо режущие для вросшего ногтя потом снова воспользовалась фрезой убрав лишний объем материала и дальше пилочкой 180 грит я просто оформляю свободный край и прошу обратить ваше внимание на такой интересный момент как длина ногтевого ложа вот допустим на безымянном пальце и на любом другом пальчике вот рядом мизинчик да то есть те которые она сгрызла там ногтевое ложе очень короткая потому что она постоянно его грызет механически воздействует и она конечно же уменьшается но если ногти не трогать то в принципе ложе у нее вполне себе прилично а вот теперь пальчик самый интересный это пальчик у нас на правой руке средний палец вот я сейчас отрезаю кусочек травмированного ногтя остатки это материал который я показывал в одном из предыдущих видео ссылку на который опять-таки повторюсь оставлю мне есть это в инстаграме девушка сделав наращивание ну это же самое естественно девушка делав наращивание очень сильно ударила ноготь если я не ошибаюсь а дверь и у нее он просто полностью слез и мы его зачистили она конечно расстроилась но за достаточно короткий промежуток времени у нас отросло аж половина ногтевого ложа но девочка все-таки молодая обменные процессы хорошие ткани регенерируют быстро и все прекрасненько у нее заживает то есть по пол ногтя уже есть и а так как ей ну прям ну очень тяжело ходить вот с таким пальчиком она такая очень как называют таких девочек но короче красивенькая она вот такая прям вся симпатичная там у нее реснички и все такое не гоже короче таким девочкам ходить без ногтя и обычно я отказываю но я понимал что здесь у нее все хорошо идет и можно запротезировать ноготь поэтому пошла на уступки но опять таки это можно делать не всегда то есть зависит очень от человека от его ну даже не знаю психотипа может быть если так можно выразиться короче это вот у нее так отросло где-то недели за две чтобы понимали она делала массажик мазала маслицем все рекомендации соблюдала она в общем молодец поэтому красивой ноготули она заслужила и вот сейчас я приступаю к зачистке я думаю что вы увидели белый порошок это не что иное как самая обычная детская присыпка под подгузник от подгузник я прошу прощения заговариваюсь вот и она нам нужна здесь с той целью чтобы у нас немножко подсохла кожа потому что она у нее чуть влажноватая такая немного жирненькая дабы фреза не забивалась я решила присыпать чтобы дегидрировать ноготь и забрать лишнюю влагу алмазный да чуть не спутался чуть не сказал твердосплав кошмар какой алмазный фрезой с красной насечкой я счищаю патереги поднимаю кутикулу и зачищаю вот эту вот линию до стыка где у нас натуральный ноготь начинает выходить так как там была травма там сейчас такой приличненький кератоз и нужно его по максимуму убрать чтобы ногтю было полегче расти поэтому зачищаем и подушечку и в этот стык настолько насколько у нас получается дальше переключаем наш аппарат другую сторону и продолжаем работать с кутикулой я сейчас ее немножечко выворачиваю сейчас такая модная тема кутикулу выворачивать я тоже не отстаю и работаю в этой же технике на самом деле технику маникюр я очень часто меняю что-то где-то увидела где-то чему-то обучилась в итоге она но всегда какая-то своя индивидуальная но такой все-таки больше собирательный образ но либо наоборот в процессе работы думаешь а может быть так сделать и действительно так получается поэтому думайте включайте мозг это никому не повредит и опять-таки напомню да что видео не ускоряло показываю все в реальном времени и действительно очень много времени уходит на обработку такого пальчика ну во первых кутикула достаточно такая объемная да так скажем и это много а во вторых вот то что он такой немного утопленный много кератозы и мы его все-таки будем зачищать очень старательно потому что от этого зависит как же он все-таки будет отрастать дальше я взяла фрезу остренькую пламя с синей насечкой это же доработал недостающие моменты потом мне тут кусачки silver star тоже серия кобальт я прошу обратить внимание на неплавный ход то есть они при закрытии у меня залипают и это происходит вследствие того что из суставчика инструмента вымывается смазка может быть вы обращали внимание что инструмент зажался и не разжимается то есть не работает так как хотелось бы в такой ситуации необходимо просто капнуть каплю машинного масла но к сожалению на тот момент когда я уже села все это снимать у меня масла под рукой не было поэтому я мучилась но есть лайфхак можно капнуть масло для кутикулы но это считается как бы мавитон это не очень хорошо но если уж совсем беда то можно воспользоваться таким случаем а смазка вымывается по причине того что мы используем ультразвук который вообще выбивает из инструмента все все остатки белка ну и включая смазку тоже но это меньше изол зато стерилизация на высшем уровне а теперь я вам показываю безымянный пальчик левой руки тоже достаточно крупным планом точно также мы воспользовались присыпкой для того чтобы сделать кожу по суше она легче спиливалась точно также проходимся красной фрезой здесь мы видим еще и пропил опять-таки да не кидаем тухлые помидоры но пропил но понятно пережала просто она на на ноготь фрезой ничего страшного нет от пропила еще ни один человек славьте господи не умер они срастают да они приятно да может быть не очень красиво но в любом случае жить можно и я думаю что человек точно научится если будет такая цель определенно научиться кроме того пропил или достаточно легко сгладить чем собственно говоря я сейчас займусь а пока что я продолжаю уже на срезанную кутикулу вычищать также по свободному краю обязательно вот у грызунов обязательно прорабатывайте пожалуйста свободный край ну точнее то что от него остается потому что там очень много кератоза именно на ложь бывает он будет мешать отрастать ногтю а цель все-таки нашего мероприятия в том чтобы отрастить ее натуральное ногтевое ложе и из наращивания вывести потом просто в укрепление натуральных ногтей а такой шанс есть у каждого не то чтобы грызунчика в принципе у каждого человека это абсолютно нормально когда ты наращиваешь делаешь коррекцию другую и все и хопа у тебя свои натуральные ноготки дальше мы снова берем фрезу с острым кончиком синий насечкой дорабатываем труднодоступные места вот у нее по синусам и точкам в роста да они практически здесь соединены у нее есть проблемные зоны сухость какие-то там штучки у нее забились непонятные ну если не сказать какашечки в общем всякой там фигни по наложено это все нужно убрать потому что когда мы будем наращивать нам нужны хорошие чистые точки в роста правильно потому что иначе туда у нас затечет гель и ничего хорошего не получится также хочу сказать что работаю на очень низких оборотах 5-7 тысяч оборотов потому что кутикула приросшая кутикула достаточно сложная чуть влажноватая и легко ее порвать вообще в последнее время раньше я работал на 30 тысяч мне казалось о круто быстро и просто но потом со временем я все-таки стала приверженцем работы на пониженных оборотах потому что так у нас меньше всего шанса пропилить либо травмировать клиента кусачки все еще залипает меня это по-прежнему раздражает но я также не сходила за маслом не повторяйте пожалуйста моих ошибок я подумала что будет неплохо это озвучить и вам сказать чтобы вы просто об этом знали и не ленитесь вставайте пожалуйста за маслицем его кстати говоря можно налить точнее налить она брать в обычный медицинский шприц не знаю на 5 кубиков предположим и оно должно лежать у вас где-то на доступности на рабочем месте для того чтобы самый неподходящий момент как это было у меня просто воспользоваться им и не страдать от того что кусачки режут как-то не так вот ну короче мораль я думаю басни у нас уже усвоена а я тем временем потихонечку приступаю к шлифовке я знаю что кто-то может сказать что здесь какие-то лишние действия еще что-то но поверьте с каждым клиентом работа проходит по-разному и с каждым человеком я часто даже фрезы использую в разные последовательности в зависимости от того насколько я это чувствую то есть я понимаю что тут состояние кожи такое а тут другое поэтому давайте не будем разводить на эту тему демагогию но я буду кстати говоря очень рада если вы в комментариях напишите кто в каких техниках любит работать с грызунами я имею ввиду именно типа наращивания да то есть либо это наращивание стандартные на шаблоны может быть даже наращивание на типсы на верхней формы а либо допустим как у меня на нити хотя может быть кто-то выкладывает любит еще как я делаю просто акрил на ногтевое ложе чуть-чуть удлиняю то есть без постановки форм очень интересная штука ну а дальше мы обезжирили ногтевую пластину которая у нас естественно уже подготовлена пилочкой 180 грит нанесли праймер ой нет извините извините никакого праймер не 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 это же другая технология это мультиформа прошу прощения сказала на автопилоте наносим сейчас мультискотч это что-то вроде базового покрытия вместе с праймером что-то типа два в одном прелесть этого продукта в том что он абсолютно гипоаллергенный просушка где-то 10 секунд и дальше мы берем вот такой вот шприц с названием nail filler такая отсылочка на филлеры для лица и наносим вот такую интересную полосочку приблизительно на стрессовую зону такую колбаску тоненькой кисточкой разравниваем таким образом чтобы оставалось немножечко ступенька то есть должен быть объем материала и выкладываем вот эти самые нити отличием на продукта мультиформ является то что у них экологически чистая и веган продукция она гипоаллергенная я сама лично провожу тесты до сих пор еще тестирую но пока ни один испытуемый не побоюсь этого слова не пришел ко мне с аллергией не сказал все пропало ногти снова пошли волдырями поэтому когда вы спрашиваете какой же продукт можно использовать при аллергии а я смело отвечаю мультиформы и здесь вы наблюдаете распределение вот этих самых волосков я придерживаю ей валики поэтому поставляю лампу здесь было бы удобнее кстати говоря воспользоваться лампой малышкой такой маленькой на алиэкспресс такие продаются но у нас ее опять-таки не было под рукой поэтому я работаю стандартно просто поднесла лампу это уж не так и сложно дальше безымянный пальчик который мы с вами обработали также уже разложены раскатанные нити если вам нужно более подробно у меня есть курсы на эту тему это все можно приобрести можно приехать ко мне обучиться я кстати говоря инструктор по татарстану если что на мультиформы также могу делать инструкторов по своему региону и также просто обучаю мастеров поэтому кому интересно приходите техника очень простая очень интересный смысл который заключается в том что просто выложили нити здесь не нужно подставлять формы вырезать эти шаблоны мучиться вот совсем вот этим вот неприятным моментом то что я знаю что это получается не у всех не каждому дается особенно когда нет свободного края на готовлю так сгрызнуть сейчас бы нам пришлось выкладывать гель на ложе хотя это тоже техника почему бы и нет но я решила что тут будет намного быстрее и комфортнее сработать именно с нитями они те банально срезаются ножницами или кусачками кому чем удобнее и снова берем вот этот гель мульти кристалл наносим его и тут вообще классно тут просто носиком распределяется вот таким образом и мы соединяем все наши ниточки и получается готовой подложкой вот остальные ногти я уже опилила пильца очень мягко и очень быстро вообще никаких проблем просто как по маслу период стороной 180 если ничего не буду туда по моему то есть прочищаю параллели с точками в роста и придаю форму свободному краю и это все что нам нужно сделать а еще не забываем да просты кого первое с чего я начала это стык просто та ступенька которая у нас там есть не забываем сравнивать длину потому что у нас есть правило да по которым если в гель-лаковой системе то указательной средней и безымянной должны быть одинаковые длины от кутикулы до конца свободная крат свободного края если мы берем систему моделирования наращивания ногтей то там немножко другая схема об этом я скорее всего расскажу в следующих видео о том как это все высчитывается чтобы пропорция была красива потому что все-таки средний пальчик должен быть чуть чуть длиннее чем указательный и безымянный к примеру после того как мы все опилили мы полностью убираем всю пыль там уже два пальчика у меня сделано сейчас вот из этого непонятно чего получится очень красивый ноготь берем другой nail filler multi nude ставим вот такую полосочку уже вдоль ногтя и из этого будем создавать скользящий слой то есть тоненькая кисточка у меня четверочка от потрясены распределяем создавая вот этот слой по которому у нас будет растекаться естественно без затеков и кстати говоря просьбы не под кутикулу потому что гель под кутикулу не наносится да я надеюсь что все это знают и дальше вообще классно то есть не из банки а прям и шприца мы просто и быстро распределяем этот гель вот таким вот образом то есть кончику сводим на нет он быстро сама выравнивается помогаем себе тонкой кистью и мне нравится эта техника именно из-за упаковки я прям реально сначала повелась именно на эту упаковку когда только узнала вообще таких гелях потому что круто она не контактирует с воздухом у нее не попадает пыль очень удобно выдавливается и используется до конца потому что это же просто шприц это очень круто я считаю что это прямо вот достижение точно также на второй пальчик мы распределяем какой-то волос вытаскиваем я думаю это со всеми бывало и со мной тоже случается достаточно часто также создаем липкий слой и снова сейчас выдавим наш гель и шприца потом прелесть этих гель гелев кстати говоря в том что полимеризация это 8 10 секунд серьезно то есть не 30 не минуту прям максимально быстро очень быстрая техника наращивания и также есть возможность зажимать без специальных инструментов а просто вручную с помощью салфетки смоченные в спирте я считаю что это мега круто и вот у нас уже готовые ногти я чуть-чуть прочистила параллели снова потому что мне казалось что нужно их немножечко заузить и сейчас нам останется только нанести цветное покрытие естественно предварительно мы снова отодвигаем кутикулу это может можно сделать как пушером так и апельсиновой палочкой что-то я там еще какие-то пылинки увидел главное чтобы не было пыли потому что если у вас остается пыль то соответственно туда есть вероятность затека а вам и того как не понравится и тут я буду наносить гель в свои любимые техники у меня здесь гель от торговой марки банди очень красивый нежно-лиловый пастельный оттенок я беру любую синтетическую кисть супругим ворсом ставлю капельку и завожу под кутикулу этой кистью вот таким вот образом распределяю просто липкость то есть мне нет цели нанести туда цвет нам нужно просто создать липкий скользящий слой по которому точно так же лак будет скользить и я его просто подтолкну я сказала подтолкну что-то мне не подталкиваться кино знаете да брюки превращаются что-то у меня не получилось здесь вот так вот я вам наврала ну в общем не знаю почему я так сделала вообще обычно я делаю по-другому так наобещалась три короба не сделал покажу в следующем видео свою технику нанесения может быть гель был густоват за банди кстати такой горшок водится когда чуть меньше половины флакона остается они становятся густыми но но внимание я нашла разбавитель от опция торговая марка гель опция у них есть классная такая штучка по моему стоит рублей 300 в общем капаешь несколько капель в гель-лак или в гель можно капнуть и материал становится жиже мне очень эта тема понравилась ну и соответственно носим второй слой надо конечно разбавить этот лачок да я думаю что он густоват поэтому мне пришлось заводить кистью когда лаки пожиже там все встает само наносим второй слой отправляем также на просушку и перекрываем топом но у меня без липкого слоя можно с липким кстати говоря насчет аллергии чаще всего аллергии бывает на липкий слой поэтому аллергикам советуем использовать топ и без липкого слоя помогаю себе тоненькой кисточкой формирую идеальный блик и просто наслаждаюсь результатом конечно же прошу вас поставить лайк или пальчик вверх прошу написать комментарий что вы думаете о моей работе также обратите внимание что у меня есть инстаграм и тик ток и конечно же девочки подписывайтесь ну и все обалдеем с нашим результат смотрите какие аккуратные красивые пальчики у нас получились пожелаем наши девочки удачи чтобы ногти у нее отрасли а с вами была алена всем большое спасибо за просмотр пока пока